еще несколько транзисторов спалил правил в рай рф 840 теперь поставил на 600 вольт какой-то проблема была в том похоже что говорили транзисторы у меня теперь питает вот эти 28 метков обмотки они тоже горели когда я 28 метков обмотки питал не только когда-то блока питания мы то есть преобразователем то теперь 100 вольт если без нагрузки на выходе от этих 28 витков почему-то 100 вольт вроде бы по трансформации должно быть 56 вольт вот в истории горели что вот вот тут стоял конденсатор который чистоту сама чистота трансформатора тесла ну в пачке как качество там 1 из 7 мегагерц или 1 6 конденсатор зависит чистота но он видим вот там контакт иногда не контакт его тогда превращался в такой один длинный импульс пачка превращалась не вот так немного импульсиков один длинный такой импульс очень длинный и поэтому конденсатор сгорала я его вообще убрал этот конденсатор и я уменьшил длину импульса теперь на одном импульс работает вот вот отсюда идет и где-то длина импульса где-то 600 наносекунду вот так пищит вот так лампа краснеет интересно так то есть никаких резонансов нет ничего тут резонанс на чистотой катушке без антенна там где-то 4 мегагерца а я качаю на чистоте где-то 1 мегагерц но если так один импульс вот тут могу по чистоту вот по ней понизить следование пачек как Продолжение следует... 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 вот так вот и да теперь очень далеко могу раздвинуть эти импульсы теперь так близко раздвигаю поскольку уже перещёлкал назад что вот они какие 1 2 где-то 0 5 миллисекунд вроде бы клетка или 0 2 или 0 5 вот еще далеко тут вообще очень далеко друг еще можно отдалять общем так это наверно никому не годится сделал длину импульса больше микросекунды потом уменьшил вот теперь вот такая осциллограмма возле а тут вот осциллографа щупы подключены возле катушки лежат вот такой осциллограммы вот теперь включу 28 витков питания вот видно они синхронизовались теперь вот импульсы идут вот они бьют в это место а теперь вниз бьют вот он расползлись синхронизация вот я подругу буду регулировать плавную частоту вот ходят вот они тут сами на верхушке засинхронизировались вот они тут сами на верхушке засинхронизировались вот он расползает с кушпула теперь буду уменьшать длину импульса очень сильно firefighters Halo кстати вот это похоже на подруге Он попадает хоть на верхушку, на нагрузки это никак не влияет. Пушпул на кварцевом генераторе, там его частота не плавает. Два генератора не связаны, в произвольном режиме работают. Этот уменьшает длину импульса, а в эту сторону если кручу по часовой стрелке, тогда длина импульса уменьшается. Вот и кручу. Вот уже начинает совпадать с резонансом трансформатора Tesla. Вот я немножко подкручу, чтобы засинхронизировался. Вот эта частоту меняет, там не старая горячая. Засинхронизировалась, но уже теперь звон идет, потому что частота уже начинает совпадать с длиной импульса с частотой трансформатора Tesla. подкручу частоту. вон везде проходит, где только не попадает. вон везде проходит. Теперь у вас не хочет засинхронизироваться. вот на дно импульса ничего нет. вон везде проходит. Поговорим его все. Мерится напряжение, которое идет на трансформатор Тесла питания. 58 вольт. Не знаю, как там у Руслана получается. Может как раз нужно, чтобы пушпула частота была нестабильной и она подвязывалась под частоту. Там какую-то определённую. Сама подстраивалась, чтоб от наводок. Меньше частоту трансформатора Тесла исследования импульса. Вроде бы до минимума уменьшена. На нагрузки эти все Теслы никак не влияют. Вот главную настройку частоту подкручу. Ничего не меняется на нагрузку. Ничего не меняется на нагрузку. Поэтому, что с чем совместить надо, непонятно. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Так как на одном Руслана Кулабухова видео. У него там провод вот так висит. И нет антенны. Одно из последних его ведёт. А тут на одном импульсе. Тесла очень высокая. Около 4 МГц. Вот расскажу как тут намотано всё. И подключено. Вот 37,5 где-то. Или 37,2 метра шестифиляр. Вот это последний слой. Вот такой вот узкий. Провода немножко не хватило. Вот это из двух кусков провода. Индуктор где-то. 9 с чем-то метров. Вроде бы. И шестифиляр из двух проводов. И с чёрного и красного. Два слоя в одну, четыре. В другую сторону. Два слоя начала. Против часовой стрелки. Против часовой стрелки. И тут против часовой стрелки. А если отсюда смотреть. Вот начало. Идёт сюда на конденсаторы. Параллельно. Конденсаторы в начале и концу. Параллельно пачке конденсаторов. Такая ёмкость. Их не знаю. Где-то там сколько-то десять или сто на фарад где-то. Ну не десять. Больше. Где-то сто на фарад. Нож. И параллельно нагрузка. Две лампы. Нагрузка. 53 ватт и 116 ватт. Дальше. Начало. Вот тут вот провод этот идёт на землю. Вот это он идёт. 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 Вот на минус. И вот на землю. На двадцать пять метров. Вот. Земля вот тут вот скручена. Потом на отопление идёт. Другой конец вот идёт. На начало вот этого индуктора. И на один конец трёх витков. Второй конец вот этого индуктора идёт. Идёт через токовое колечко и входит в конденсатор. Вот эту пачку конденсаторов. Потом идёт вот на эти вот витки. Вот. А тут вот первичка моталась два провода. Потом эти крайние обмотки соединены в среднюю точку. И тут вот. Обычный пачку. Обычный пачку. Только первичная обмотка сразу с два провода моталась. Чтоб равномерно как бы качало. Его двадцать восемь и двадцать шесть метров. Ну, двадцать восемь, кажется, витков. Вот идут на диодный мост, на конденсатор. Вот два проводика идут. Тут ещё не он, кажется, что стабилизатор только такой своеобразный. Ну и вот один идёт на минус. И на эту клемму, где есть минус. И где земля. Второй идёт на плюс. Сейчас вот. На питание. Тут тоже светодиодик, чтобы разрешал конденсатор потом. Какие индикации. Вот. Ритм. Ну и на транзисторе. Трансформатор Тесла. Он холодный. Пока что. Вот витков. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять витков на первичной кнопке. Тут от обратной, да, всё идёт. Поэтому тут... Ладно. Тут будут как бы импульсы. Как все, многие хотят и этих импульсов получить, так вот, по сути, должны получиться импульсы. Потом затухание может, но всё равно как бы. Больше что-то на импульсы похоже. Потому что сперва насыщается этот провод, а потом отпускаются транзисторы и идёт обратная ДС. Так как тут намного длиннее длина импульса, чем резонанс обмотки, поэтому получится импульс. И теперь частоту уменьшу. Немножко упадёт потребление. Не упадёт. Вот следование импульсов. Я повышаю. Вот тут. Так вот и меньше. Вот начало пищать даже. Это на одном импульсе. Теперь частота в пределах звуковой, поэтому слышно писк. На нагрузки это никак не влияет. Теперь попробую увеличивать длину импульса. Вкрутить резистор буду в эту сторону. Смотрим. Теперь нужно употребление иеросины. О! Уже не фитонить. Какой-то уже писк появился. Вроде бы он хочет фитонить. Но ещё буду увеличивать. Вот уже как далеко тянется. Но для лампочек это никак не влияет. А сонам запах. Ещё увеличен длиной импульс. Увеличилась длина дуги. А через изоляцию идёт транзистор пока комнатная температура. На нагрузку это никак не влияет. Так... Гот. Продолжение следует... 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 Вот это его установка, где вот тут трансформатор Тезл тоже мало очень намотан. Его вот тут конец произолирован, он как бы совсем не достаёт, так толком всем на катушке. Ну и поэтому у него и малая получилась прибавка. Вот трансформатор по шпулу. У него вроде бы без никаких резонансных конденсаторов питание идёт на эту лаковую обмотку, которая под низом. Потом это шестифилярк намотан. Или какая-то обмотка. Тут, наверное, синхронизировано. Вот три витка у него. У него тут всё от 24 вольт питается. Эта обмотка тоже. Поэтому у него тут два витка или три. у меня там девять витков от 60 вольт питается. Ну и он тоже тут, наверное, импульсами даёт. и он может тут пачками качает. Но у него тут тоже без антенны, поэтому тут провод такой достаточно толстый. Значит, она короткая. Вот он где-то тоже. Её частота 4 МГц получается. Как и у меня примерно. Извините. Вот он. Вот он возил. Потребляют у него... Сейчас вушники надену, послушаю. Кажется, а тут без аудио. Всё, всё. Ну, это один пушкул меньше ампера потребляет. Вот тут у него одна микросхема. Вот тут, наверное, сдвиг. Вот этот потенциометр регулирует, например, сдвиг. Этот может шире муну и импульс. Этот потом обратно делает импульс. Потому что там он инвертирован, инвертирует вот эта микросхема импульс. Это драйвер. Может так. Поэтому вот тут может на одном импульсе. Но вот зачем вот эти два, вот я не понимаю. Есть ли один стабилизатор? А, ну да, я понял. 1,5 вольт для этих двух микросхем, вот. А это 12 вольт для драйвера. В отодрайвера идут два проводочка. У меня-то в коаксиальном кабеле, как бы, экранированном кабеле идут они, чтобы наводки не ловились. У него тут не экранированных, тут могут наводки ловиться. Получается, я даже лучше, чем он сделал. Но всё равно у меня не получается. Вот он тут подписал даже плюс, а тут минус, что у него входит. Уже в сам транзистор, чтобы вот этот Тесл качать. А как видно, тут нет никаких преобразователей, поэтому тут питается трансформатор Тесла 24 вольт. Это вот тут всякие у него фильтры, вот. Плюс входит через диод. Потом там плюс на среднюю точку. Тут всякие фильтры. Наставил конденсаторов. Тоже конденсатор, потом дротель, потом ещё один конденсатор. Но нужно ставить ещё плёночный или керамический, чтобы, потому что электролитический не может очень быстро разряжаться. Но он либо с другой стороны, либо он не ставил. Вот это тоже не так уж не важно. Вот тут без никаких дросселях. Вот идет от конденсатора здорового. Так что тут скорее на одном импульсе этот трансформатор Тесла работает. Вот бы из целограммы показал где-то, как это всё происходит. Чтобы на полшпуле, на затворе, например, снял. И там это... Хотя бы возле антенны рядом положил бы. В середине, между трансформатором Тесла и той накачкой, чтобы посмотреть низкочастотный. Чтобы и то поле, и того, и того поле ловило примерно по равной. И тогда посмотреть, в какое место бьет этот импульс. Тут у него по 75 ватт вроде бы две лампы. Где-то 140 ватт общая мощность. Небольшая. Немножко назад отмотаю. Вот три витка у него. Вон, вот там провод видно, и какая его толщина. И вот тут он кончается. Вот сделаю замедленно. Вон провод видно, какой толщины примерно. Что-то тут не очень тонкий вкрот. Вот. Вон вот тут вот кончается. И там нигде не заходит. Где-то, ну, может, 0,4 миллиметра, не знаю. Трудновато так из видео сказать. Мне кажется, 0,6 где-то. У меня есть 0,6. Чтобы сравнить. Вот, 0,6 миллиметров. А 0,6 у меня тут вроде бы потолще. Значит, у него потоньше. Ну, может, тогда у него это там выше частота. Не 2 мегагерца может. То есть не 4, может, каких-то. 2-3 мегагерца. Вот провод. Вот так провод этот выглядит. Вот, сделана синхронизация и импульс. Вот это уж была схема. На кварцевом генераторе. Не заэкранирован. Вал пока по-быстрому подключил. Похоже, вот этот провод соединяющий. Слишком короткий сделал. Тут будет трудно все запихать. Либо, может, придется запихать эти 2 в банку. Нет, не можно. Потому что регулировать тогда не смог. Вот этот придется в банку. Но даже, что не заэкранировал, все равно. Хорошо работает. Никаких наводок не ловится. Не наблюдаю пока. Радиаторы холодные. Вот тут антенна. Вот один конец, вот второй. Вот она лежит. Вот возле этого индуктора. Силограф еще полежат. И вот ловится уже наводка. И не надо ни на какие колечка подключать. Нигде. Уже и так все видно. А теперь я попробую подвигать этот импульс. Вот наверху импульс виден. Туда-сюда. Немножко сдвигаю вниз. Потом вверх. Вниз. Теперь другим регулятором подключу. Он начал скрипеть немножко. Буду. Значит пластмассовую отвертку. Значит придется, наверное, кранировать. Вот это я отверткой, может попробую покрутить. Как-то все прыгает. Этот просто его вниз опускает, он прыгает. Вот здесь на экране. Если я заэкранировал пушпул генератор, следовало бы еще вот этот заэкранировать потом. Может заэкранировать потом. В этот коробочек, который я давно приготовил. От лимонада. Похоже, отпаялся проводик. Вот все подключил. Теперь он. Там. Вот импульсы видны. Каждый второй импульс. Слишком широкие пределы сделаны. Поэтому они потом, каждый второй начинает идти. Вон, двигаю его. Вот он теперь вроде бы не дергается. Он заэкранировал. Теперь уже каждый первый нормально. Не пропускается. Зацепилась циллограф. Теперь импульсов не видно. Слишком сильное поле индуктора. А теперь ловит индуктора поле импульса. И вот его поднимаю. Все равно вроде бы какими-то крышками. вверху прошло. Вроде бы все верхнюю прошло. Может тогда я нормально? У меня нельзя переключать или с того плеча или с того плеча. У меня с одного плеча всегда. А то уже, видимо, плеча больше была, нужно переключить или что? Если хочу, вдруг волну бить. У меня нет. 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 И всё. Вот он где-то так ходит. Больше он особо далеко не может ходить. Вот где-то отсюда вот до сюда вот. Примерно вот такое расстояние он может ходить. Потом, если за этот заходит, начинает уже раздваивать. Ну, начинает каждый второй уже попадать. А так плавно не переходит вот эту норку. Вот я закрутил, не смотрел, но я краем глаза не заметил, что там что-то вспышнуло и никаких теперь писков нет, когда там генератор пуш-пулы заэкранирован. Опять его поднимаю. Смотрю на лампу. На лампу никак это не реагирует. Вот чтобы Руслан Колобухов взял бы вот так и снял вот такую эстиллограмму возле катушек, где ловит поле ее трансформатора Тесла. Так делать, положить щупой селлографа, чтобы он ловил поле ее трансформатора Тесла и от индукционки, как ее называют. Вот так, когда работает на самозапитие, чтобы вот эту эстиллограмму снял, сразу было бы видно, где этот импульс бьет или на верхушку, или там в боку, или вот тут вот где-то, или немножко дальше верхушки. А так теперь ничего не понятно. Говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Так и тут лучше один раз бы. Он показал, где этот импульс бьет, чем сто раз объяснял. Там могу и ширину его немножко, мне немножко нормально менять. Мне кажется, этот многооборотный резистор испорчен, потому что вот с этим многоборотным, с нормальным резистором, где вот кручен, никаких он плавненько меняется, никаких фокусов нет. А когда многооборотный кручен, какими-то прыжками идёт. Видимо, многооборотный резистор испорчен. Попробую пластмассовую отвертую покрутить. Вот теперь многооборотного, касаясь по-всякому-то, всё прыгает. Теперь подкручу тут немногротный простой резистор. Вот на верхушке. Попробую плавно-плавно, сколько моя рука позволяет. Кручу, кручу, кручу. По верхушке пройтись. Немногоборотным резистором. Вот до сюда находит. Дальше не идёт. Вот так его подвинуть. Теперь немножко с длительностью поменяю длительность. Буду по потреблению смотреть, или я увеличиваю, или уменьшаю. Трансистор горячий. Значит можно уменьшить длительность. Вот этим вот потенциометром. Вот вообще увеличил даже треск какой-то появился. Вот очень чувствительно сделано. Нужно не так чувствительно сделать. Вот я поменял длительность. Не знаю какая она-то. Можно теперь всё туда-сюда подвинуть. Ещё могу поменять. Длительность увеличить. Длительность увеличивая длительность. Вот немножко уменьшила. Теперь видно. Длительность увеличивая. Немножко поскрипел. Это может что-то такой отвертый, а не пластмассовый. Теперь клуб пластмассовый. Теперь клуб пластмассовый. Какая-то она такая не жесткая, но трудно себе как-то регулировать пластмассово. Здесь пластмассовый немножко так скрипит. Значит, дело не в отвертках. Надо ее немножко обрезать, она слишком широкая. Вот в этом месте немножко. Вот так плиту она немножко подпрыгивает. Пластмассовый. 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 Попробую их длительность увеличить. Транзистор такой теплый. Но ничего страшного. Не очень сильно. Очень сильно. В этом месте с крепения, натурализируется. Не крепко цвет к нему. Не всегда бывает. Если я просто отсоединю этот 28 витков, тогда просто, наверное, амплитуда подрастет, так как не нужно энергию тратить на 28 витков. Я включу и покажу, какая разница. Лампа так моргает, потому что пока конденсатор зарядится, она моргок сделает, но только особой разницы в амплитуде я не заметил. Немножко меньше длительность. Да, ещё немножко увеличил. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Попробую сравнить стеллограммы, снимая из разных местах. Теперь стеллограмма возле катушки. Вот конец стеллографа. Вот такая стеллограмма. Вот пока не на самой верхушке. Я настрою на самую верхушку сейчас. Вот примерно на самой верхушке теперь импульс. Теперь переключу стеллограмм на резонансный конденсатор. Нет, или на резонансный конденсатор. Субтитры создавал DimaTorzok Вот на резонансных конденсаторах чистый синус. Вот на верхушке импульс. Он как бы не на самой верхушке, а вот как-то ближе к этой стороне. К левой. Ну и теперь подключу на токовое колечко. Ну как видно, что тут возле антенны, что на резонансном конденсаторе это мерится напряжение. На верхушке можно сказать импульс. Его подвигаю, чтобы на самую верхушку настроить. Заодно убеждусь, что этот самый импульс и заодно более точно на верхушку надвину. Вот и его двигаю. Потому что осциллограф не мерит магнитное поле. Он мерит электрическое поле. Так как тут возле резонанса, как я тут когда и ложу его возле этой катушки с чупостиллографом. Магнитное поле не может мерить, поэтому он его не показывает. Он мерит электрическое поле. А напряжение это и есть электрическое поле. Поэтому у нас совпадает то, что с напряжением на конденсаторе. А вот на токовом колечке, тут параллельно 10 Ом резистор, уже импульс должен быть, и я уверен, что он будет уже вот тут на ноле, посередине его, где пересекается. Уже не на верхушке будет. Вот здесь этот резистор, правда он горячий. Вот тут отключил. Вот тут отключил. Все равно на верхушке. Не ожидал такого. По идее он тут должен ток мерить, если ток сдаёт. А потом хотел меня... Еще вот эти конденсаторы есть. Может они тут как-то дело меняют. А тут вообще какой-то даже не синус. Тоже примерно на верхушке, только немножко сдвинут. Вот. Может они как-то дело меняют, что еще на шестифиляре еще резонансные конденсаторы стоят. Вот снял. Теперь более все на синус стало похоже. Вот. Все равно импульс на верхушке. Немножко сдвинут, может в эту сторону. Но примерно на верхушке. А вот вторую лампу подкручил. Вот такая осциллограмма с второй лампой. Теперь обе выключим. Вот такая. Включу одну и переключу опять на резонансный конденсатор. На ту пачку резонансных конденсаторов. Которые с тремя витками резонируют. Это тоже зашкаливает. Вот все равно на верхушке. Тут даже немножко в эту сторону сдвинут. Дальше. То есть что там, что тут на верхушке. Значит там никакой не ток не мерит. Даже когда 10 Ом резистор. Так что кто-то ток мерит. Очень наивно. Что это колечко ток мерит. Вот застроил на саму верхушку. Теперь опять. Теперь возле антенны положу. Для чистоты эксперимента. Пусть вот померят. Вроде бы вот тут этот импульс. Очень маленький. Слабо виден. Нужно больше. А тут зацепить. Чтоб лучше ловилось от этого поля. Вот теперь он побольше. Вот видно он примерно на верхушке. Не на самой верхушке. Но примерно на верхушке. То есть примерно идентичная стиллограмма. Что на конденсаторе резонансном. Что возле индуктора. Вот как многие спрашивают. Как получить однополярный импульс. Вот тут примерно однополярный импульс. А теперь на токовом колечке. Вот на токовом колечке он сдвинут немножко в эту сторону. Вот. Должен тут быть. Тут такая не синусоида. Такая большая закругленная. А вот теперь поставлю. Тут у Руслана вроде бы стоит. Вот он горячий. Резистор. Или 1,5 км. Или кажется 1 км. Кажется 1 км. Он говорил что на токовое колечко ставит. Вот поставлю 1 км. И показать что тут будет тогда происходить. Резистор. Оказывается этот резистор что тут стоял не 10 Ом, а 21 Ом. Вот тут красная черточка. Потом коричневая и черная. 21 Ом. Или 20 Ом где-то. И показывает по измерениям 21 Ом. Так что. Потом поставлю может 5 каких Ом. Или 2 Ома. Или 1 Ом. Чтоб начал показывать настоящий топ. А пока 5 км поставлю. То есть не 5 км а 500 Ом. Тут 500 Ом. Даже не 1 км как у Руслана 500 Ом. Тут вообще я уверен будет чистый синус. Ну то есть то самое что и на конденсаторе. То есть будет напряжение показывать. Только лое колечко. А не только. Ну не совсем напряжение. Вот такая искривленная какая-то синусоода получилась. Вот тут импульс на верхушке уже. Тоже как бы все сдвинуто в эту сторону. Какая-то синусоода искривленная. Но только тут все равно нет. Импульс на верхушке примерно. То есть какая-то ерунду показывает. У меня просто нет одного килоума. Чтоб с длинными ножками было. Чтоб. Тут 750 Ом. Ладно не буду смотреть это. Все равно. Другая стилограмма чем у УПИТ. Вот 21 Ом. Вот еще переключу на конденсатор. На конденсаторе чисто на верхушке. Еще переключу на параллельный индуктор обмотка. Попробую пока зацепиться. Вот. Удалось. Тут тоже на верхушке должно быть импульс. Вот тут какая стилограмма. Тут уже похожа такая больше как на токовом колечке. Вот импульс вот тут вот. Можно сказать на верхушке просто тут еще какие-то вот такие вот фигнюшки вылазят. Вот тут вот импульс. вот эти фигнюшки что вылазят. Не совсем понятно откуда они берутся. Вот я думаю вот так вот тут транзистор открывается. Тут он закрывается. Потом какая-то фигнюшка вылазит. Потом это деталь. Вот отсюда вот отсюда вот деталь. Потом опять вот открывается. он как бы приподнимается на сону. Потом вот так закрывается. Странно так немножко. Хэй. Погнали. Погнали. Продолжение следует... Видимо, какой-то всплеск намагничивания сердечника или что он тут размагничивает. Вот в этом месте какой-то выброс, наверное, идет просто. Вот тут нет. В этом месте. Тут опять открывается. Был бы у меня двухканальный, так я бы мог точно посмотреть, где тут открываются транзисторы. КОНЕЦ если предположить что вот тут он открывается тут закрывается вот тут тогда не совпадает почему он такой еще какой-то импульс такого не бывает если предположить что тут открывается тут закрывается тогда слишком короткий импульс получается слишком большой где-то им вот такого не может быть у меня тут где-то 30 процентов скважины получится не 30 очень большой деталь получится какие 10 процентов потому вот тут он открывается он закрывается тут какой-то намагничивание сердечника происходит спад какой-то тут какая-то намагничивание сердечника что-то такое непонятно какой-то импульс где-то не чистый происходит опять открывается но когда добавляю эти резонанс на конденсатор немножко вот этот импульсик увеличивается как-то по времени кто-то намагничивание нет или что-то происходит горячий она теперь поставлю 5 7 поищу подключил 10 ом вот токовом колечко теперь снимаю вот он как бы вперед подвинулся еще вроде бы больше то есть ток опережает напряжение получается либо ток слишком сильно отстает что вот напряжение допустим здесь он почти на 360 градусов отстает вот пока это напряжение на половину напряжение на половину ток значит надо какой один ом ставить чтобы ток увидеть вот поставил один он но даже когда один он поставил все равно ток не сдвинулся то есть на 190 градусов не сдвинулся все равно в этом месте импульс бьет примерно на верхушке как и напряжение то есть видимо как-то или сердечник метод феррит метод или витков нужно побольше нужно перемотать другое токовое колечко я могу потом на резисторе 1 0 1 ом или 1 ом померить напряжение там уже будет сдвинутым там уже должно быть точно вот ой дыметь начал резистор вот я на замерял на резисторе 0 1 ом так тут уже тот был сдвинут по-быстрому покажу чтобы он не задымел весь горячих нужно его вообще-то обдувать вентилятор но быстро подключил нужно верно как-то в 2 в параллель никакой пяти ваттный можете по 2 в параллели подключил все равно все равно примерно на верхушке только как-то пробую крокодильчиками больше закрепить вот как я понял вот этот импульс все равно не на нуле пробую подвигать вот прям на верхушке то есть как бы он горячий вот чтобы в полный резонанс вести тут нужно еще конденсатором подключать разное вот с этим ярче немножко плюс нагрузка еще тут если нагрузку отключить тоже может когда войдет резонанс вообще-то нужно мне не резистор поставить а кусок провода например такой в нем будет происходить падение напряжений почему как Продолжение следует...